Добрый день, дорогие друзья, я продолжаю лекцию Элизабет Клэр Профит «Величит душа моя Господа». Природа – это мать, олицетворение материнства Бога, лилища – каждое существо с помощью её продолжений, которыми являются такие существа, как элементалы – огонь, воздух, вода и земля. Более того, вся материальная Вселенная – это мать, лона времени, пространство и энергии, где мы – созревающий плод, находимся, пока не завершится наш цикл, и мы не войдём в космическое сознание. Таким образом, когда мы говорим «Хэйо, Мэри, Фоллоу, Грейс», мы имеем в виду «Радуйся, материнский луч». Мы приветствуем женщину, облачённую в солнце, женское начало боженства, которого мы знаем и любим, безусловно, и более всего в прекрасной Матери Христа, которая пребывает, хотя и скрытая, в каждом мужчине и каждой женщине, как свет самых сокровенных глубинных существа. Белая сфера Матери скрыта в сакральной или священной чакре основания позвоночника до тех пор, пока мы не полюбим её достаточно сильно, чтобы притянуть её, собственно, упросить её взойти по витой лестнице и встретиться с нашими душами в самой глубине сердца наших сердец. Здесь, святая святых, мы читаем вслух вместе с ней. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись о нас, сынобьях и дочерях Божих, ныне и в честь нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Мы возводим её на престол, как свою возлюбленную мать, и она воссоединяет нас троицей и трёхлепестковым пламенем жизни. Она берёт нас за руку и ведёт на вершину бытия, венец венцов, где Господь есть всё. Мать Мария уверила меня, что путь кундалини-йоги относится на самом деле к западной традиции. Этим и объясняется факт, что она являлась некоторым святым через надёжный и действительный метод, направленный на усиление света матери с помощью розария. Вот почему святые изображались со священным нимбом над головой. Они открыли свою чакру венца и вступили в непосредственное единство с яесть присутствием. Они вошли в благодать Господню. Великие мистики западной церкви изложили свои переживания от общения с возлюбленным Богом и описали, как их души входили и выходили из этого присутствия. Нам известно, что такие великие святила, как святой Иоанн Креститель, святая Тереза из Лизье и Падре Пио, все прошли через это внутренние переживания, настолько переполненные божественную страстью, благодатью возлюбленного, что, зная это, нам не стоит обращать внимание на слова тех, кто трактует знаки Креста сугубо с точки зрения мученичества. В обряде розария, когда мы постоянно созерцаем миссию Сына, в Священном Писании ангелы, троица и мать защищает нас от злоупотреблений принуждением чакр насильственных захват небес, о котором предупреждал Иисус. Только чистые мотивы или сама любовь Бога, а также наше служение Его детям не ради собственной славы смогут подтолкнуть любовь матери наверх, вперед, поднимая нашу душу к блаженству воссоединения. Некоторые ложные учителя отправились в путь, чтобы сеять разрушения среди детей этого поколения посредством своих ложных учений о материнской свете. Они осмелились учить кундалини-йогу без помазания троицы, без поддержки матери. Они трактовали ее как психический феномен и оставляли свои слишком доверчивые жертв уязвимыми перед опасностями, которые грозят в случае преждевременного и бесконтрольного высвобождения этого всемогущества матери. Безумие, сексуальная одержимость и одержимость дьяволом, а также серьезные эмоциональные и психологические нарушения заставили многих испугаться и свернуть с верного пути к матери в результате их общения с подобными мнимыми гуру. Однако, несмотря на все это, мать все время напоминает нам слова своего сына «Не оставлю вас сиротами», и она приходит к нам в лице утешителя, чтобы наставить нас на путь истинный, светлый, по которому шли, как Иисус, так и Гаутама, к победе, что нам суждено одержать к божественной индивидуальности через поклонение материнскому огню. Итак, я стала ученицей этого материнского луча и этой материнской энергии. Я отождествилась с ними настолько, что некоторые люди стали называть меня матерью. Это незатейливое название, уважительное обращение одно из таких, какими и пользуются по отношению к католическим священникам отец или главе женского монастыря мать-настоятельница. Ничего более, чем это, оно не подразумевает и не означает, что я нахожусь выше всех остальных, а лишь только то, что я ежечасно восхваляю Бога, как мать внутри меня. Это и есть путь моего служения. Служение матери означает понимание, что если мы в эпоху рыб вращаем этот свет через чистую любовь к матери, как существо, боги и его миссарах, к закону математика, естественной науки, энергия кундалини, то нам будет дано испытать оживление нашей собственной истинной индивидуальности. И тогда мы сможем получить ответы на фундаментальные вопросы, такие как кто есть Бог-отец, и кто есть сыновья и дочери, кто есть Бог и сын, и кто есть мы, мужчины и женщины, как его отец и его мать, кто есть Бог, святой дух, и что есть та душа внутри нас, будь то мужчины или женщины, которая жаждет стать его невестой. Эта книга неизбежное послание всем тем, кто на протяжении этих беспокойных десятилетий занимался поисками души, и кто до сих пор находит отвагу искать ее и познать ее такую, как она есть. Мать Мария является мать ее учениях новой эпохи и розария новой эпохи. Во-первых, она учит, как пройти по дороге мудрости посредством просвещенного самоосознания сына. Во-вторых, дороги любви посредством служения троицы ради священного сердца матери путем ежедневного чтения розария. Попробуйте, в моем случае это работало, и она говорит мне полной уверенности, что это непременно будет работать и у вас. На этом заканчивается лекция Элизабет Клэр Профит Величит Душа Моя Господа. И с вами прощаюсь я, Ирина Мостовая. До новых встреч! До новых встреч!